Адама и Хавы Адама и Хавы Всевышний принял жертву Авеля, а не Каина. Почему? Потому что грех приводит к смерти, отделяет нас от Всевышнего и должен быть заплачен жизнью. Из ревности Каин убил Авеля и повел большую часть человечества по темному пути. Сотни лет спустя ситуация стала ужасной, что Всевышний сказал, никто на земле не заслуживает жизни, кроме Нуха и его семьи. Всевышний призвал Нуха построить большое судно и таким образом проповедовать это послание. Суд за грехи приближается, и есть только один способ спастись и получить милость Всевышнего – ковчег. Они смеялись над Нухом до тех пор, пока дождь пошел с небес, и вода вырвалась из глубин, а люди же были к этому не готовы. Потоп погубил каждого человека и животное, и мир погиб за свои грехи. Только Нух, его семья и животные, которых Всевышний привел в ковчег, были спасены. Затем пришел Ибрахим, отец веры. Всевышний повелел ему принести в жертву на горе своего сына. Ибрахим расстроился, но он послушался Всевышнего. Он доказал свою веру на деле, взяв своего сына на гору моря. Как только Ибрахим собрался совершить это, Всевышний остановил его и предоставил животное вместо его сына. Это животное искупило, заменив и вернув его сына. Кровь за кровь, жизнь за жизнь. Прошло 400 лет, и Всевышний послал Мусубу везти народ Исраила из Египта. Фараон, царь Египта, противился этому, и Всевышний наказал его десятью казнями. Для последнего наказания Всевышний послал ангела смерти убить первенца каждой семьи. А иначе народу было приказано принести в жертву ягненка и помазать его кровью дверные косяки. Увидев кровь, ангел знал, что дети здесь искуплены жертвой. Неважно, еврей или египтянин, раб или свободный, если бы они послушали Всевышнего, дети были бы спасены. Если же нет... В ту же ночь произошло так, как предсказал Муса. И горький плащ был в семьях, не принявших милость Всевышнего через пожертвования. Позже Муса дал людям Таурат, в котором Всевышний предписал ритуал для покрытия грехов людей. Виновник приводил к священнослужителю жертвенное животное, возлагал на его голову руки, в знак того, что его грех и стыд перешел на животное. Затем животное приносилось в жертву, его кровь проливалась, грех человека был покрыт. Царь Давуд и пророки следовали Таурату Мусы, но удивлялись, может ли кровь животных покрыть грехи человека, или это знаки и символы, указывающие на будущее. Давуд пророчествовал про грядущего царя Мессию, потомка царя Давуда, который будет царствовать, но в то же время будет скромным человеком с сострадающим сердцем. Этот Мессия будет безгрешным, совершенным, безупречным, невинным. Он будет страдать и умрет, и будет достойной жертвой. Он станет великой жертвой. Иса родился в Хлеву, потому что для него не нашлось места. Родился от девственницы чистым, царственный, но бедный потомок царя Давуда. Бедные сельские пастухи и богатые мудрецы с Востока пришли, чтобы почтить ребенка и засвидетельствовать, что он был тем грядущим Мессией, обещанным в Писании. Иса проповедовал о любви и истине, мире и смирении. Он был лишь скромным плотником, но блестящим философом. Он разоблачал религиозных лицемеров, которые заботились больше о ритуалах, чем о любви к Всевышнему. Но его любили бедные, скромные, кающиеся грешники. Он исцелял глухих, слепых, увечных и одержимых демонами. Он также возвращал мертвых к жизни. Бездомный человек – странствующий учитель, новатор, который призывал любящих Всевышнего жить полной жизнью. Иса даже называл Всевышнего своим отцом и показал человечеству, что всемогущий любит тебя, как папа. Всевышний хотел относиться ко всем, как к своим детям, но была проблема. Они еще были грешними, а Всевышний свят. Человеческий грех, начавшийся с Адама, отделил людей от Бога. И Иса Масих знал, что он должен сделать, чтобы вернуть их обратно. Пророк Яхия сказал об Исе, вот жертвенный ягненок Всевышнего, который берет на себя грехи мира. Иса был мессией, избранным для того, чтобы стать великой жертвой. Никогда не согрешив, он был святым, чистым, совершенным и достойным, чтобы заплатить цену греха. Невинный в обмен за виновных, святой в обмен на грешников. Он это сделал для своего отца, чтобы заплатить цену за человеческий грех, чтобы освободить их от рабства греха и вернуть им то, что потерял Адам. Совершенное отношение со Всевышним. Иса умер на кресте не из-за евреев, не из-за римлян, а от руки Всевышнего своего отца. Всевышний принес в жертву Иисус, чтобы исполнить то, что было написано пророками, что Иса станет жертвенным ягненком Всевышнего, который берет на себя грехи мира твои и мои. На этом он не остановился. На третий день Всевышний воскресил Иису Масиха, как обещание тем, кто верит в Него, что и они воскреснут в вечной жизни. После этого Иса обещал своим ученикам, что он снова вернется, но в следующий раз уже как судья и царь. Мессия – дар Всевышнего человечеству, чтобы они не умерли в своих грехах и не были отделены от Всевышнего. Но принимая жертву Исы, они могли бы быть восстановлены в совершенных отношениях с ним. Но, как и любой дар, он не твой, пока ты его не примешь.